Привет, сегодня я прошу как написать текст для своего трека, песни, буквально за 5 минут, это не так сложно, и сделать это может абсолютно каждый. Есть несколько способов, как написать все способы рабочие, я их брал у уже известных исполнителей, у тех, которые о них рассказывали. Так что я могу смело пообещать, что даже ты к концу этого видео сможешь написать свой первый текст. Первый способ это тот, о котором говорил Майот, когда он делал трек для GQ. Он использовал некий йогуртовый сленг, что такое йогуртовый сленг, когда вы придумываете неразборчивые непонятные слова, которые хорошо гармонируют с битом, то есть играет бит, и вы такие И в итоге потом вот этот йогуртовый голос переделываете в настоящий, то есть если вы там сказали йогуртовым То есть я иду домой, у меня есть доп, там, ну я бы так сказал, но в принципе думаю вы суть уловили, чтобы вы более лучше поняли, сейчас я вставлю отрывок. Я думаю вы поняли, это не так сложно и в принципе сделать это может каждый. Переходим ко второму способу. Второй способ это использование неких сторонних плагинов. Многие, очень многие советуют не использовать ни при каких условиях и никогда их. О каких плагинах я говорю? О тех, которые тебе помогают. То есть генератор рифм, генератор стихов. Все говорят нельзя, потому что ты разучишься, надо читать книги. О чем я говорю? На начале своего, так сказать, пути, а это именно когда он там 13, 14, 8, может 5 лет, и вы пишете какой-то свой первый текст, вам сложно из своего словарного запаса хорошо подобрать рифму. О чем я говорю? Вы можете рифмовать только банальные вещи, то есть там глагол на глагол, то есть играть, копать, видеть, ненавидеть. В общем, самое простое, что приходит абсолютно всем в голову. Чтобы постепенно отучаться от этого стиля написания текста, нужно узнавать новые слова, узнавать их как раз таки можно через генератор рифма. Это может заменить годы прочитанных книг. Поэтому я, наоборот, очень советую, и генератор рифм вы можете использовать. Также есть генератор стихов, вот его я уже особо не советую использовать. Вы там пишете строчку, там, я иду домой, и он придумывает, там, я иду домой, нет, блин, я тупой. В общем, вот так. Не особо советую, но, в принципе, способ рабочий, бывает, хорошие строчки все-таки вылетают. Следующий способ я бы назвал Оксимироном. Это способ, когда ты... это способ не когда ты в основном даешь предпочтение мелодике своего трека, а больше даешь предпочтение именно написанию текста, стилю, флоу. О чем я говорю? Смотрите, тут идет рифма за рифмой, рифма за рифмой, то есть максимально быстрая рифма, которая подходит к вашему флоу. Не особо люблю такой способ, но все же он имеет место быть. Как это делается, берется слово «домой». Ну, раз уж сегодня было такое, возьмем именно это. То есть, я иду домой. Прямо к двое хоу. У меня есть доп. У меня есть крэк. У меня есть рэк. Вы поняли, вы делаете квадратное окончание, то есть блок хоу. Ну, думаю, вы поняли. В принципе, так можно делать по сравнению для своего трека. Думаю, вы меня поняли. Кстати, если по факту сделать четыре квадратные рифмы, то выходит четырехэтажная рифма, как раз таки, о которой говорил Кизару. Я бы очень хотел вам рассказать о том, что нельзя просто написать трек под, ну, тональность. Нужно поддерживать динамику вашего трека. Многие читают однотонно, допустим, Рокет. Я имею валюту на зубах руда. Я фармацевтику схожу сама. Похоже на азарном. То есть, перенести на середину трека будет абсолютно то же самое. И в конце тоже. Он весь трек на вот этом одном флоу вывез. В основном это звучит плохо. Поэтому многие сменяют флоу. То есть, меняют его во время трека. На некоторых куплетах они пишут текст под быстрый флоу и под медленный. Да, есть текст, который хорошо будет звучать именно медленно. И есть текст, который хорошо будет звучать именно в быстром флоу. Ну, в общем, всё. Всем удачи. С вами был Мадара. И... С вами был Мадара. Продолжение следует...